Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на моё новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Этот день, ребята, настал. Трейлеры марки Шмидц официально появились в игре Евротрак Симулятор 2. Да, это случилось. Столько лет мы этого ждали и, да, Шмидц наконец-таки сломался и дал добро на то, чтобы их трейлеры появились в игре. DLC платная, цена у него абсолютно стандартная, как и для всех других дополнений на трейлеры, которые выходили ранее. Итак, давайте посмотрим, что вообще, в принципе, себя эта DLC представляет. Посмотрим на общее количество сцепок, которые нам доступны в магазине, точнее не сцепок, а трейлеров. Ну и потом каждую в отдельности мы разберём. Итак, нам доступна, как я полагаю, шторка. Нам доступна ещё одна шторка под названием Ecofix. Ecofix, она вот такая скошенная. Это всё аэродинамика и вот эти все их технологии уже и сюда аэродинамику начали втюхивать. Дальше вот такой самосвальчик, вот такой самосвальчик. Ну и здесь у нас, да, всё самое лучшее, как говорится. Просто коробка, рефрижератор и вот такая вот замечательная двойная сцепка. Ну давайте какой-то ИС выберем для начала и потихоньку, потихоньку, потихоньку пойдём смотреть, что они себя представляют. Итак, ну для начала давайте просто посмотрим на изотерму. Давайте называть её так, подключим лампочки. Ну и качество. Давайте сразу будем обращать внимание на качество. Качество действительно неплохое. Я хочу сказать, у нас, как я полагаю, алюминиевая полностью рама. И прицеп, наверное, этот в реальной жизни лёгкий. Текстуры неплохие, моделька тоже у него действительно неплохая. Видно, что с каждым новым дополнением качество потихонечку улучшается. Итак, по типу сцепки, что у него есть? Он у нас, естественно, одиночный по кузову, он у нас тоже один по шасси. Здесь у нас есть двухосный вариант, трёхосный вариант и трёхосный вариант 15-метровый, ребята. Не 16, к сожалению, к которому мы привыкли, да? Но вот в Европе, видимо, ограничение максимальное 15 метров. Но вот как-то так. Вы посмотрите, какой он длинный. Просто о-ша-ле-ть. Вот, для сравнения. Раз, раз. Сколько всего добавляется. Ну и видно, что сюда у нас влазит аж целых 37 европалет, как я понимаю. По покрасочке, естественно, всё это у нас поддерживается. Кстати, что прикольно сделали в этом дополнении, для каждой коробки, для каждого самосвала, в общем, для каждого прицепа, для каждого трейлера здесь свой скин, который, ну вот, собственно, рекламирует эту самую историю. По тюняхам, что у нас есть, передняя стенка, можем сюда вот такой замечательный пластиковый ящик под документы поставить, либо повесить огнетушитель. Также достаточно большой выбор у нас различных юбок, различных форм, с различным наполнением. Их здесь реально очень-очень много. Я вот уже представляю, как человек, который, ну, действительно хочет приобрести этот прицеп, сидит и на сайте выбирает, какие он полетники поставит. Дальше здесь у нас что? Здесь у нас крылья. Ну, стандартная история не только для шмидца, на многих других прицепах вот так именно всё это дело и выставляется. Здесь у нас позади осей пластиковый ящик может быть установлен, бачок для воды, запаска, окрашенный ящик, запаска и пластиковый ящик, запаска и бачок для воды, алюминиевый ящик, палетный ящик и вот такой окрашенный палетный ящик. С правой стороны по ходу движения у нас выбора немножко поменьше. Запаска почему-то здесь у нас отсутствует. Странно как-то, я думал наоборот, что запаску вешают обычно с правой стороны, ну, типа, если что-то случится, ты можешь спокойно там на обочину, грубо говоря, прижаться, как-то её достать или вот что-то в этом роде, но вот почему-то ставится она здесь. Не знаю, почему так, если вы знаете, напишите в комментариях, я, честно говоря, не понимаю логики. Дальше по баннерам, ну, здесь, так как у нас 15 метров всё-таки, как-никак, да, здесь у нас доступны баннеры, которые говорят о том, что этот прицеп у нас длинный. Задняя часть у нас также тюнингуется, вот этот бампер может быть резиновый, стальной, резиновый ролик у нас может быть установлен, вот такие ролеты. Сама дверь ролетом также может быть у нас установлена, плюс ко всему различные могут быть здесь у нас отбойники. Бампера, вот такой вот у нас имеется стандартный, как я понимаю, это самые старые фонари, это уже что-то поновее, тут светодиоды и всё такое. Вот такой эксклюзивный вариант у нас имеется и под покрасочку, ну, так как у нас основной цвет на этом скине чёрный, поэтому он чёрный. Также хочется обратить внимание ваше на колёса, это у нас есть везде, на всех прицепах, просто покажу здесь и потом уже к этому мы не будем возвращаться. Во-первых, ступица шмидца и обратите внимание на колпачках, ровно так же, как на фелдбиндерах и на кроны, по-моему, здесь у нас слоники отображены. Ну, вот вроде бы мелочь какая-то, но, чёрт возьми, на самом деле реально приятно. Давайте просто ещё посмотрим, знаете, на что? На трёхоску, может быть, она чем-то по тюнингу отличается, я думаю, вряд ли, скорее всего, то же самое. Да, всё то же самое, абсолютно разницы у нас никакой нет. Дальше давайте мы тогда переместимся на SCS, это у нас штора, давайте мы вернём обратный стандартный режим. Шторка тоже сделана достаточно неплохо, белые у нас везде кругом отражатели, тоже, опять же, алюминиевая рама у нас идёт, те же самые отбойники, то же самое наполнение сзади, даже ворота. Я больше чем уверен, что у нас идут абсолютно те же самые, но всё равно, тем не менее, сейчас мы на всё это с вами посмотрим. По типу сцепки, что у нас есть? У нас есть одиночка и есть двойная сцепка, но к ней мы вернёмся, с вашего позволения, чуть попозже. По типу кузова здесь у нас их уже больше. Вот тот самый Ecofix. Вообще, как я понял, судя из описания и судя из того, что рассказывали разработчики на стриме, вот эта высота, она регулируется. Но это сделано как бы для аэродинамики. Типа хвост у нас ниже, все завихрения уходят вниз и получается, что, наверное, скорее всего, меньше расход топлива. Но смотрится на самом деле это очень интересно, как будто какая-то сутулая собака, либо срущая собака. Ну, я думаю, что наши по-любому какую-нибудь кличку этому трейлеру да по-любому придумают. Та же самая история у нас есть и под покрасочку. Ну, то есть мы видим, да, то, что здесь у нас, грубо говоря, передняя стенка алюминиевая, и здесь мы её можем сделать под покраску. Обычная универсальная штора, и также у нас под покрасочку всё это дело ставится. Ради интереса, опять же, давайте посмотрим, что у нас на этой скошенной истории. Она, кстати, а, длинная, она уже не может быть. Хорошо, то есть у нас длинная 16... ой, 15, прошу прощения, метровая штора может быть только обычная ровная. Вот такая изогнутая, да, она вот, к сожалению, именно стандартной только длины. По покраске, ну, это ясно понятно, я думаю, даже на это, в принципе, внимание уже обращать не стоит. По тюняшкам, здесь всё то же самое, это мы уже видели. Здесь по отбойникам всё то же самое, по колёсам всё то же самое, здесь всё то же самое. По задней части, да, абсолютно то же самое, ничем. Вообще, ровным счётом, это всё у нас, ребята, не отличается. Ну, за исключением того, что именно на вот этом аэродинамическом трейлере у нас нет ролет. Ну, то есть двери, которые поднимаются вверх. Да и куда им там, собственно говоря, подниматься. По заднему бамперу, да, всё то же самое абсолютно. И та же самая у нас метёлочка сюда устанавливается. Однако, давайте мы поставим двойную сцепку и посмотрим, какой тюнинг у нас здесь есть. Здесь у нас только доступно либо обычное, либо под покраску соответственно. Шасси у нас только такое. Покраска доступна. По тюняхам с этим всё понятно. Здесь вообще давайте не будем обращать на это внимание. Смотрите, как у нас прикольно завален бампер. Ну, то есть, чтобы мы при поворотах его не чиркали. Но, как я думаю, что всё это будет абсолютно без каких-либо проблем работать. Здесь у нас также идут вот эти замечательные ролики. Сам бампер. Отлично. Тоже всё это дело у нас меняется. Здесь у нас, обратите внимание, какое большое количество различных юбок. С ящичками они у нас идут. Ну, можно что-то сделать попроще. Ящички не ставить. Здесь такие достаточно милые у нас, получается, идут крылья. Ну, и в задней части всё то же самое, что мы с вами ставили на большие трейлера, имеется в виду. Большая длина, с этим всё понятно. Те же самые ролики, те же самые бампера и та же самая у нас идёт метёлочка. Ну, вот как-то, в принципе, и всё. Больше здесь показывать нечего. Дальше у нас идёт самосвал. Выглядит он следующим образом. Насколько я понимаю, это уже какая-то там новая модель этого самосвала. Облегчённая, мощная. Ну, в общем, короче, самый-самый-самый-самый-самый современный самосвал, который только может быть. Тип сцепки здесь, ясно, понятно, одиночный. По кузову здесь есть на что посмотреть. Обычный, как мы сейчас его видим. Вот такой вот у нас есть, обратите внимание. То есть у нас прям сверху ещё местечко появилось дополнительное. Есть у нас SKI Lite. Ну, давайте просто вот на контрасте, чем они отличаются друг от друга. И то же самое, но только с такой вот горбинкой, если хотите. По шасси две оси. Две оси с алюминиевыми лапами. Три оси. Вот такие могут быть у нас три оси. Опять же, алюминиевые лапы и вот такие вот алюминиевые лапы. Здесь вы подбираете уже, как хотите, по длине, по кубатуре и по всей вот этой истории. По тюняхам, что у нас здесь есть. Вот такой вот пластиковый ящик у нас ставится сюда. Видимо, тоже под какую-то документацию. Ну, типа тубуса. И вот такой пластиковый ящик мы также сюда можем поставить. Также у нас могут быть отбойники. Давайте мы, может быть, постараемся, знаете, выбрать... А, ну да, это уже и так длинное шасси. Вот такие отбойнички. Все достаточно просто. Но в то же время со вкусом. Здесь у нас можно некий инвентарь положить. Там она же лестница. С этой стороны, например, лопату. Почему бы и нет? Задние бампера. Ну, здесь как? Бампера это, по сути, фонари и какие-то их элементы, да, скажем так. Так, ну, тем не менее, все равно абсолютно все то же самое, что и на обычных коробках. И также спокойно мы можем подвешивать метелку. Ради интереса, опять же, давайте возьмем коротыш. Просто посмотрим, что у нас здесь. Все у нас сохранилось. Ну, зачем вот это вот? Просто какая-то типа защита лап, наверное, скорее всего. Чтобы дурная какая-то голова в них не приехала на тракторе. Ну, наверное, да. Другого объяснения их наличию я, если честно, не вижу. Ну и риф, ребята, это, наверное, будет самое популярное. Ну, вообще, я думаю, реально, самое популярное будет это риф и штора. Вот это просто мастхевные два прицепа. И вы посмотрите, насколько здесь много деталей на холодильнике. Да, конечно, это не идет ни в какое сравнение с модами от того же дотика. Катайте, если хотите кататься с модами, катайтесь с модами. Но я вот лично, наоборот, рад тому, что у меня не будет болеть голова. Ну, например, в том же конвое, что надо вот кому-то скинуть прицеп, чтобы все его скачали, установили. И вот, для конвоя идеальный абсолютно вариант. По типу сцепки у нас их здесь два. Ровно так же, как и на шторе. Одиночка, либо двойной. К двойному тоже чуть позже вернемся. По кузову он у нас, естественно, один. По осям, ну, естественно, 15-метровый. Куда же без него? И обратите внимание, да, вот про что я говорил. Скины у нас меняются. То есть, ну, в зависимости от того, какая коробка, какой длины, под что она вообще, в принципе, предназначена, у нас меняется скин. Это здорово на самом деле. По тюняхам, что у нас? Передняя стеночка. Просто обычная либо краска. Ну, так как белое, это не особо было заметно. Габаритные огни у нас в одном исполнении. Все те же самые отбойники у нас идут. Огнетушитель у нас переехал сюда с передней стенки. Те же самые у нас идут крылья. Сзади история абсолютно идентичная. Здесь у нас также длинномер устанавливается. Те же самые ролетки. Можно, кстати, ролеты двери поставить, почему бы нет. Те же самые бампера и та же самая у нас идет метелка. Но мне интересно посмотреть вот что. Второй вариант сцепки такой самый-самый-самый длинный. Давайте-ка мы двери поставим, например, тут вот такие. А потом вот здесь мы поставим вот такие. То есть, посмотрите, здесь все это можно комбинировать. И это здорово. Я такое видел, если не ошибаюсь, в моде вот этот свап-боди-карьер-шассипак, на который я обзор делал. Он на кроны освоен. Основан, точнее, не сделан на DLC-кроны. Вот я надеюсь, что со шмецом тоже нечто подобное будет. Потому что, ну, база просто обалденная для того, чтобы какие-то тандемы придумать и так далее. Качество действительно очень хорошее. Сами рефрижераторы установки здесь у нас также, ну, не особо я бы сказал, что сильно меняются, да, вот эти вот элементы. Благо здесь это выделено другим цветом. Ну, понятно, хотя бы за что это у нас все дело отвечает. Те же самые у нас наполнения задней части. Опять же, длинномер у нас. Здесь ставится дверь с рулетками. Можно сделать те же самые бампера и та же самая метелка. Ну, вот, в принципе, и все. Ребят, достаточно такой стандартный, на самом деле, набор прицепов. Круто, то, что вообще он, в принципе, появился, Шмидц. Очень много его ждали людей. Очень долго его ждали. Действительно, очень долго. Были разные слухи, что Шмидц там поссорился с SCS, там, из-за Шварцмюллера и так далее. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Остается дождаться только Кёгеля и Казборра вот этого вот замечательного. Но это еще не все. Сейчас мы с вами переместимся в галерею грузовиков и посмотрим, какой тюнинг для салона добавляет это DLC. Ну, и на примере вот этого замечательного дафа давайте я вам покажу, что у нас добавляется в салон. На приборку мы сможем поставить кружку, либо вот такую вот замечательную модельку самосвал. Это, кстати, все официальный мерч, ребята. Это не какой-то самопал. Снизу у нас ставится то же самое. На сидушку мы можем положить ланчбокс, кепку, либо вот такого замечательного плюшевого слона. И на спалку, на кровать то же самое у нас ставится. Вот на самом деле с мерчом беда какая-то, прямо разработчиков в последнее время. Вот с такими DLC, когда что-то связанное, как-то прям очень мало всего они дают. Хотелось бы побольше. Я больше чем уверен, что у шмитца, у кого, у кого, у шмитца мерча просто дофига. Там могут быть и футболки, и те же самые различные кепки. В импела стопудово какие-то есть. Я думаю, у них гораздо больше всяких вот этих моделек прицепов. Термосы, кружки, еще какое-то барахло. Я думаю, там его просто полным-полно. Но я как бы особо уже такое, как вы знаете, в салоны не ставлю. Максимум ограничиваюсь каким-то вымпелом, например. Но вот вымпел бы тут реально не помешал. Но, к сожалению, его не добавили разработчики. И на этом все, ребят. Вот такое вот дополнение. Пишите в комментариях, как оно вам. Понравилось, не понравилось. Ждали, не ждали. Я еще раз повторюсь. Я лично рад, что оно просто появилось в игре. Для меня это счастье в плане того, что в конвое мы можем не качать какие-то дополнительные моды. А спокойно просто взять, зайти, создать лобби и без каких-либо проблем играть. Для конвоя прям реально самое то. Если вы прям там любите качество, любите посидеть, поковыряться, миллион лампочек понаставить. То, ну, это, конечно, не для вас. Стоит понимать, что разработчики делают по одним стандартам качество и подсистемные требования. А мододелам наплевать. Как сделал, так и сделал. Ну и все, ребят. Спасибо вам всем огромное за внимание. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся.